Значит, сегодня поговорим про то, почему не стоит всё усложнять и запутывать в своей жизни. Мы же все часто стремимся к большим результатам, да, нам хочется каких-то больших результатов, больших денег. Мы часто не видим обратную сторону этого процесса, что для того, чтобы заработать большие деньги, часто требуется построить сложную систему. А чем сложнее система, тем сложнее ей управлять, да, и чем сложнее управлять системой, тем больше нужно вашего присутствия, вашего какого-то контроля в отношении этой системы. Во всяком случае, пока она не станет отлаженной, да даже если и станет отлаженной, в конце концов, всё равно периодически надо её заново там подправлять как-то, да. И поэтому люди часто не понимают, что цена за большие результаты это сложная жизнь, много проблем, много всяких стычек, стрессов, да, там, улаживаний каких-то ситуаций. То есть большая игра, чтобы были большие результаты, нужна большая игра. Я был в этой большой игре, я там пожил достаточно много и, знаете, я же в конце концов закрыл её. Почему? Почему? Одна из причин, потому что всё сложно стало. В такой жизни сложно жить. Ты всё время как бы становишься таким администратором, но и, скажем так, придатком этой системы в какой-то степени, да. В конце концов, ты же несёшь ответственность за ту систему, которую ты создаёшь. И если сложная система и что-то там перекашивается, что-то начинает в этой системе идти не так, в конце концов, ты несёшь за эту ответственность. То есть даже если ты делегируешь, распределяешь эту ответственность среди других людей, люди расслабляются, люди часто тебя подводят, люди начинают на твоей территории играть в какие-то свои игры странные против тебя в том числе. Поэтому всё это приходится контролировать. И чем больше ваша система, чем более она сложнее, тем больше вы будете это контролировать. Поэтому у больших денег всегда есть своя цена. Возможно, для некоторых людей это нормально, какую-то часть жизни заплатить эту цену, получить эти деньги, выйти и, например, потом стать инвестором, да. Вот, например, квадрант инвестора, он уже совершенно другой. Там совершенно другая игра, совершенно уровень свобод других, потому что ты не участвуешь в сложных системах. Ты всего лишь разумно инвестируешь свои средства и контролируешь, чтобы эти деньги работали, да, чтобы как-то оно приумножало само себя, да. Вот это очень важный фактор для инвестора, чтобы деньги делали деньги и делали не просто, скажем так, на воздухе каком-то, а чтобы это... То есть, те деньги, которые ты заработал честно, чтобы они участвовали в таких же честных бизнесах, честных сделках, в конце концов, твои деньги работали честно и давали тебе честные дивиденды. Это, в принципе, вот эта позиция инвестора. Инвестор это не спекулянт. Инвестор это человек, который видит какие-то бизнесы, видит какие-то возможности куда-то положить деньги, что-то поучаствовать где-то, да, что-то помочь, ну, стать отчасти собственником, там есть ты акционер. И как-то, короче говоря, пассивно участвовать, да, не активно, то есть, не управлять этим бизнесом, а быть пассивным совладельцем, то есть, пассивным инвестором. Тоже вариант, понимаете, вот. И в конце же концов мы хотим свободно жить, то есть, цель какая? Цель такая, чтобы жить так, как вы искренне хотите, чтобы вы жили жизни, в которой, ну, вы распоряжаетесь своим временем, вы имеете какие-то возможности, да, и эти возможности вы заработали сами для себя, своим разумом, своим трудом каким-то, но, знаете, как можно тупо работать, а можно с умом работать, с разумом, да, и делать какие-то правильные вещи, и делать такие сделки и организовывать так свою деятельность, чтобы это вас не поймало и не поработило, в конце концов. Вот, и вот сегодня я вам хотел это объяснить, что всё должно быть просто. Отношения должны быть простые с людьми, понятные, прозрачные, всё должно быть чётко, все должны быть, главные договорённости отражены на бумаге. Если какой-то человек реально не хочет что-то, принуждать не нужно, смысла нет, просто нужно видеть, насколько он соблюдает свои договорённости. Если он, например, нечестно в отношении вас действует, и вы видите, что он хоть и подписался, он уже это не делает, значит, эти договорённости надо менять, то есть этих людей надо отпускать из своей жизни и идти по жизни именно с теми людьми, с которыми вам просто, с которыми вам хочется вместе двигаться, вы чувствуете, что вы в одну сторону смотрите, вы чувствуете, что вы в целом хорошо себя понимаете, ну, друг друга, скажем так, в целом хорошо друг друга понимаете. С такими людьми нужно объединяться, и то всегда помнить, что это на время, на время. Если вы прямо сейчас уже живёте в какой-то сложной, запутанной жизни, знаете, что вот эта вся сложность, она уже с ложью, то есть построена на лжи, понимаете, сложная жизнь, она построена всегда не на какой-то правде, потому что правда, она простая часто, вот эти вещи, они простые, истинно она освобождает, как говорится, да, а сложность, она порабощает, ложь порабощает, ложь порабощает большую ложь, вы начинаете запутываться, всё становится сложно, невозможно помнить, где вы там наврали, что и в конце концов это вылазит, в конце концов это начинает против вас работать. Поэтому нужно жить честно, просто, не усложнять ничего, делать простые системы, делать простые отношения. И один фактор ключевой, который я хотел тоже сказать вам, ну, обсудить с вами, это то, что люди часто думают, что для счастья нужно очень много денег, например, или очень много ресурсов. Это ложь, это тоже ложь. Для того, чтобы свободно и счастливо жить, достаточно обладать определённым количеством денег, да. Вот как говорится, да, есть такое правило 10 тысяч долларов, то есть если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, то уже ты можешь абсолютно свободно жить. Ты можешь уже путешествовать, ты можешь закрывать все свои базовые потребности, ты себе можешь покупать одежду, еду, оплачивать, в принципе, любой отель или любую квартиру где-то снимать, да. Ты можешь копить, если у тебя есть доход 10 тысяч долларов, ты можешь накапливать деньги, откладывать. Это очень важная вещь. Сколько бы вы денег не зарабатывали, даже если вы тысячу зарабатываете, нужно определённый процент всегда откладывать. Нужно накапливать подушку безопасности и капитал. Нужно разбираться, как работают деньги. Деньги это что-то типа ресурса, да, но это не типа, это ресурс же, да. Ресурс надо накапливать, потому что чем больше у вас ресурса, тем больше ваши возможности. Тем более вы выживательны, тем более вы защищены, тем больше ваши свободы и права защищены. Поэтому очень важно не просирать все деньги, а сколько бы вы не зарабатывали, обязательно часть денег откладывать. И то, что вы откладываете, сначала это подушка безопасности. Потом, когда вы уже правильно работаете с деньгами, правильно зарабатываете деньги, это превращается в капитал. В капитал. Часть этого капитала вы можете инвестировать, да. Вы можете уже делать так, чтобы ваши деньги работали, чтобы эти деньги приносили большие деньги. И часть у вас всегда должна быть на всякий случай пожар какой-то, что-то там происходит, чёрный день, да. А часть должны деньги работать. Деньги не должны, ну классически не должны лежать на счету просто. Деньги должны работать. Как-то они должны где-то в каком-то бизнесе что-то там приносить, какую-то ценность, да. Потому что часто, почему привлекают деньги, да. Вот людям не хватает деньги, например, на расширение в бизнесе. И они делают IPO, там делают акционерное общество, привлекают за счёт продажи акций дополнительные деньги. Не просто, чтобы заработать, но и для того, чтобы расширить свой бизнес, да. Поэтому ваши деньги участвуют в расширении какого-то бизнеса, в производстве каких-то товаров и услуг. Поэтому они правильно работают. И когда они работают, вы уже получаете какие-то свои проценты, дивиденды. Акции растут постепенно в цене, если предприятие перспективное развивается, да. И вы как отчасти собственник акции, это же право на собственность, вы получаете свои какие-то дивиденды. Или вы написали книгу тоже, вот я считаю, очень разумная стратегия. Написать книгу какую-то. И книга продаётся, вы получаете свой остаточный доход royalty. То есть, ваша книга работает вместо вас. Вы один раз изложили какой-то свой ценный опыт, да. Что-то ценное для людей. И это начинает работать вместо вас. Люди получают какую-то ценность, читая то, что вы делаете. Или вы записали какой-то курс, да, и этот курс. Возможно, часть бесплатная этого курса, потом какая-то часть платная. Люди получают что-то, что улучшает их жизнь. Они за это платят. Это работает без вас. Это автоматизировано. И вы получаете какие-то остаточные доходы, да. Периодически вы вовлекаетесь, что-то там меняете, улучшаете. Но вы всё время не меняете своё собственное время на деньги. Вот из этой схемы, когда вы всё время, пока вы работаете, вы получаете деньги. А как только не работаете, вы остаётесь без дохода. Из этой ситуации надо выпрыгнуть. Потому что пока вы в ней, вы будете как раб вечно крутиться. Вечно будете вынуждены и снова и снова тратить своё время, тратить свою энергию, чтобы зарабатывать деньги. Так происходит у тех людей, которые не понимают, как работают деньги, как работает рынок, который не имеет финансового образования. Это всё печально, но, к сожалению, это массово. И постепенно эта ситуация меняется. И помните, что для того, чтобы жить достаточно свободно, достаточно реализовывать свои потребности, не надо очень много работать. Нужно достаточно вкладывать разумно, точечно, квалифицированно свои усилия и зарабатывать. И зарабатывать в любимом деле, естественно, в том, что вам нравится, то, что вы чувствуете как свой творческий процесс, как свою миссию какую-то. И потом, уже когда вы получаете деньги, правильно с этими деньгами распоряжаться. Всё это, как я понял, не требует какой-то сложности. То есть не надо для этого строить огромные сложные системы. Возможно, есть люди, которым это по приколу, но пусть они строят. Я вот пока вижу, что чем сложнее система, чем больше размах, тем больше проблем, тем больше сложностей, тем больше надо в это быть вовлечённым. И тем сложнее из этого отклеиться, из этого, ну скажем, извлечь себя, извлечь свою энергию и, например, перестроиться на что-то другое. Часто люди становятся заложниками той модели, того бизнеса, который они построили. Вот они полужизни что-то строили, потом, может, они уже и не очень хотят это строить, но они уже стали заложником персонального бренда, они стали заложником вот этого всего бизнеса. И им уже тяжело отпустить это, может, им не нравится что-то, но эта машина уже крутится, и вот там столько всего. Это не всегда бывает, бывает, что у человека всю жизнь драйв сохраняется, но это редкость, это редкость. В основном люди, конечно, устают от однообразной какой-то одной и той же деятельности. Ну это всё, что я вам хотел сказать, то есть не ввязывай, прежде, давайте подытожим, прежде чем ввязаться в какую-то сложность, поймите, во-первых, на каком промежутке времени это будет, во-вторых, сразу думайте в самом начале, как вы из этой сложной жизни будете выходить. И когда вы чем-то занимаетесь, смотрите в перспективу, не превратится ли это во что-то запутанное, сложное, в котором вам будет в какой-то момент сложно жить, или даже если оно начало превращаться, ну помните, что вот эта простота жизни, она очень важна для счастья, для свободы. Если где-то начинать всё запутываться и становиться сложным, очень много приходится себя принуждать к чему-то, к каким-то вещам, которые вам уже не по душе, нужно выпутываться из этого, нужно выпутываться и нужно спокойно отпускать. Вот что-то очень запутанное, которое начинает вызывать много стресса и проблем в жизни, нужно иметь такую способность отпускать это, распутывать, упрощать и всё время поддерживать какую-то вот эту простоту жизни, что ли, прозрачность, свободу, ну чтобы вы делали то, что вы на самом деле хотите делать. На этом всё, спасибо, что были, понравилось, лайки ставьте, сердечки подписывайтесь, до следующих трансляций остались вопросы, приходите на консультацию обязательно, рассмотрим вашу ситуацию отдельно.